выезжая из москвы вы въезжаете в балашах и после балаших и еще около часа вы едете по деревням то есть никаких скоростных трассах здесь речи не идет из москвы до создали ехать 250 километров естественно зависит от точки из которой вы отправляетесь за счет 250 километров по времени ориентировочно бросайте 4 часа суздаль находится в 36 километрах от планимера по трассе москва нижний новгород также из москвы ездят регулярно прямые автобусы дорога на которых у вас займет около четырех часов город очень небольшой в нем конечно же есть отели и многие сдают жилье в аренду часто количество туристов очень большое и хорошие варианты разобраны поэтому я настоятельно рекомендую вам бронировать жилье заранее в городе большое количество уютных ресторанов русской кухни многие блюда приготовлены по старорусским рецептам а также можно оценить и авторские блюда конечно если вы в старинном русском городе нужно выбрать что-то и покушать такое старинно ну или что-то под старину кстати здесь гостиничный комплекс тоже очень интересный ресторан который мы выбрали значит он с видом на реку называется он лепота лепота ресторан входит в гостиничный комплекс лепота здесь есть трактир пушкарь здесь есть винегрет цены московские борщик 400 рублей суздаль основа золотого кольца россии это огромный музей прямо под открытым небом побывать в суздаль стоит для того чтобы увидеть уникальные сочетания природных красот и древнерусской архитектуры этот городок напомнил меня сказку с белокаменными соборами кремлевскими стенами и золотыми куполами здесь находится 32 древних храма а также более 150 памятников архитектуры вы обязательно должны посетить музей деревянного зодчества это комплекс построек 17 19 веков под открытым небом здесь можно зайти в избу батрака зажиточного крестьянина купеческий дом побывать в двух церквях возведенных без единого гвоздя музей можно почувствовать крестьянские купеческий быт 17 19 веков так как мебель утварь ремесленные предметы того времени сохранились очень хорошо здесь есть мельницы сарае амбары колодцы все это можно посмотреть потрогать и таким образом проникнуться духом старины в центре суздаля вы найдете вот такой гостиный двор в этом гостином дворе сейчас лавки сувениров есть кофейни рестораны даже под я видел дом льна сувенирная лавка ювелирный магазин так кафе сервант суздальский пряник а пряни как суздальских я не знал а медовухи знал пряниках нет здесь в центре еще проходят ярмарки и продают все подряд всякие соленья моленье варенье центре очень большое количество всяких ресторанчиков трактирчиков таких старинном стиле пельменные давайте быстренько покажу вам номер вот такие прикольные двери номер ребята двухэтажный туалет так извиняюсь за беспорядок номер двухэтажный не то чтобы я люблю двухэтажные номера вообще если честно их не очень люблю потому что любые телодвижения в номере нужно по сто раз спускаться и опускаться значит вверх вниз тут высоченный такой потолок сейчас я вам покажу еще одну из фишек данного гостиничного комплекса это местные бани смотрите вот такие у вас подогреваемые котлы сейчас он накрыт вот там банный домик это банный домик так вот вы можете выйти и сразу же у вас спуск в реку сюда определенно могу порекомендовать в этот гостиничный комплекс горячие ключи прикольно ощущение все воссоздано в стиле русской деревни территория большая где поиграть с детьми есть сами видите ну и конечно же здесь супер чистый воздух вокруг природа и на территории вы можете взять в аренду велосипеды все это стоит очень недорого обязательно посетите местные торговые ряды так вы окажетесь в атмосфере древнерусской ярмарки они находятся на площади вымощенной булыжником над площадью возвышается старая церковь на протяжении всей своей истории торговые ряды никогда не пустовали старые времена здесь торговали купцы со всей российской империи сегодня первоначальная функция торговых рядов сохранилась с пустыми руками уйти у вас точно не получится суздальский кремль самое древнее сооружение в городе которая впитала в себя всю историю города начиная от владимира мономаха по мнению археологов кремль в суздале построили еще в десятом веке несмотря на это все главные строения кремля сохранились до наших дней за исключением защитных стен и башен главное чем славится суздальский кремль это его религиозные достопримечательности рождественский собор никольская церковь и архиерийские палаты а как тебе цены на твой взгляд в суздале цены московские на все а что значит московские цены в москве дешевые крошка картошка и салат нет цены как в ресторанах в москве в принципе салаты и первое второе горячие это все московский мир короче ребята если вы после суздале или доз решите сделать боярское настоящее застолье то конечно же вам нужно взять видов но что я заметил насчет медовухи суздаль город музей по совместительству значит тут храм в храмах кто монахи а кто делали медовуху естественно монахи и темы и вот где в какой-либо там монастырский город не приезжаешь вот тут же сергей в пасад где храм и церкви там тоже самое их медовуха пожалуйста и здесь тоже медовуха и в центре кстати гостиный двор который он уже по моему он уже более 100 лет принимает купцов с разных городов россии которые привозят и торгуют всякими явствами там в общем медовуха это сто процентов то на что стоит обратить внимание я видел катающихся на велосипедах сам городок небольшой очевидно но ребята на велосипедах дают по местным тропам круголей ребята еще такой вам лайфхак если вы решили брать медовуху вы подходите подходите и подходите туда где ее больше всего и просите попробовать вам порекомендовали всякую разную значит вам естественно с большой радостью предложат попробовать разные сорта вы потихонечку накатили вот но а дальше бежите куда глаза глядят и она на самом деле уж если попробовали то возьмите что-нибудь для себя но можно как бы бесплатно не в баре накатить а а а